Уважаемые коллеги! Если зря многочисленные работы, в том числе и диссертационные по нашей науке, из которых исчезли прогностические, ориентированные на перспективу разработки, я хотел бы построить свое выступление. Это первая часть. И вторая часть, вторая сверхзадача выступления – это геополитика, геокультурные вещи, связанные с меняющейся этнодемографической ситуацией в Евразии на постсоветском пространстве. Мы знаем прекрасно, что наши предшественники в 70-е и 80-е годы понимали значимость решения прогностических задач. Но как характерный и яркий пример, это работа нашего выдающегося теоретика Юлиана Глебовича Саушкина, «Черная книга», так называемая, 73-й год издания, в которой несколько страниц наш глубоко уважаемый учитель уделил проблеме прогнозирования социально-экономической географии, в том числе писал, что экономико-географический прогноз должен предварять будущие территориальные сдвиги. Скажу иначе, территориальные сдвиги, наблюдаемые, концептуализируемые, предполагаемые, мотивируют и инициируют общественно-географический прогноз. Здесь есть двустороннее влияние. Евразия и прогноз в Евразии. В чем его суть, сложность, методологическая сложность? Представления о Евразии, возникшие в 20-е годы прошлого столетия, они, конечно же, модифицируются, обновляются. С рубежа 2015-2016 года на повестке вопрос формирования так называемой Большой Евразии, вот я еще обращу внимание коллег, прекрасную книгу «Сборник» издал Вячеслав Александрович Шупер, посвященную формированию Большой Евразии. Это выпуск 148-й «Вопросов географии». Наши ведущие специалисты по этой тематике опубликовали там статьи. Посмотрите, коллеги, это выложено, по-моему, в интернете, можно с этим познакомиться. Вот это некий такой срез интеллектуальный представлений российских географов, политологов, отчасти экономистов о том, что сейчас происходит. Вот такое формирование Большой Евразии, как представляется, это проявление вот такого общественно-планетарного сдвига, географического сдвига, глобального масштаба и одновременно попытка осмыслить эти изменения. И вот это осмысление евразийских изменений, метаморфоз, актуальнейшая задача нашей науки. Скажу о нескольких тенденциях, которые наблюдаются сейчас на постсоветском и в целом евразийском пространстве. Первое. Это переход от освоения России Евразии к освоению Евразии России. Здесь можно долго говорить, много, о сущности этой тенденции. Она очень-очень глубока и серьезна. Началась она даже не в постсоветский период, а раньше, в 60-е и 70-е годы, в постсоветский период, после распада Советского Союза. Она очень и очень актуализировалась. Многое, что происходит сейчас, оно связано именно с этой тенденцией. Вторая тенденция. Переход от традиционного, 300 лет и более доминирующего европоцентризма, гипертрофированной вестернизированности, нашего сознания, нашего пространства, о котором сегодня уже говорилось, к развороту России на Восток, к выстраиванию многовекторной... Вот Вячеслав Александрович об этом говорил, и Владимир Александрович Колосов говорил в своем выступлении о многовекторной геостратегии России. Еще одна тенденция. Переход от модели Евразия-Россия, Евразия равно Россия, о которой писал наши предшественники, так называемые евразийцы, к многополюсной структуре Евразии, в которой Россия лишь значимая составная часть. Еще одна тенденция, евразийская, тоже присущая России. Раньше Россию всегда воспринимали как океан суши, континент, континентальную страну. Это традиционно и для нашей науки. Вот растет мореориентированность, так называемая, России. Товаса-аттрактивность, мореориентированность. Вот эти термины, они очень четко отражают наметившийся тренд. Это тоже самостоятельная тема, мы этим активно занимаемся. Я не буду вот сейчас в этой аудитории затрагивать методологические сложности и нюансы, касающиеся прогнозирования в Евразии. Потому что Евразия – это в первую очередь геоконцепт. И прогноз геоконцепта, он имеет свои сложности, свои нюансы. Вот я хотел бы сосредоточиться на одном аспекте этого прогноза. Прогноза, который достаточно четко считывается демографическими трендами. Это прогноз перспектив русско-тюркского взаимодействия. Многие наши коллеги, вот их портреты здесь, и Петр Савицкий, и Николай Трубецкой, и Лев Николаевич Гумилёв, вы видели наверняка памятник Льву Николаевичу, вот здесь совсем недалеко, на центральном месте, да, в этом городе. И мой учитель Сергей Борисович Лавров, они уделяли этой тематике повышенное внимание. Что хотелось бы сказать? Евразия – это прежде всего пространственная проекция русско-тюркского взаимодействия. И Большая Евразия, о которой мы тоже говорим, в своей сердцевинной части, то есть на постсоветском пространстве, это исторически сложившиеся и существующие, трансформировавшиеся в постсоветский период форматы взаимодействия русского и тюркского миров, оказавшегося в хитросплетении глобальных и региональных трендов. Вот немножко о статистике и подтверждении этих вещей. Смотрите, вот перепись 1897 года, Российская империя. 11% всего населения относится к тюркоязычным этносам. Вот я хочу, чтобы вы зафиксировали внимание на этой цифре – 11%. Далее происходят изменения, и если сейчас посчитать на территории бывшего Советского Союза, сколько тюркоязычных этносов представителей проживает – 24-25%. Видите, тренд меняющийся. Это произошло за 115-120 лет. Что происходит дальше, и что мы можем достаточно четко прогнозировать? Население России сокращается. Все это отлично знают. Вот на этой диаграммке показана доля населения России в мире, в Евразии. В Евразии, точнее, в Евразии. В ближайшие 50-60 лет, в силу демографических причин, прежде всего, население России также обречено сокращаться. То есть в сознании, с точки зрения географического мышления, ментальности, Россия – вот такая сжимающаяся, демографически сжимающаяся страна, ареал устойчивой депопуляции. На этой фоне видите таблицу, как меняется население тюркоязычных государств, некоторых, включая Турецкую республику, по отношению к России. Население России – это 100%, и мы видим, что опережающая динамика особенно характерна для Турецкой республики, которая догоняет по численности российское население. Догоняет. И вот для Узбекистана. Вы видите, как резко будет расти, согласно прогнозу ООН, численность населения Узбекистана, превращая Узбекистан, по сути, в сердцевинную державу Центральной Азии. Это неизбежно. Государства тюркоязычные, они, как правило, и об этом сегодня справедливо говорилось, они исповедуют многовекторную геополитическую и геоэкономическую стратегию. То есть предпочитают развивать связи и с Востоком, и с Западом, с нами, с европейцами, с НАТО. Очень интересные данные на данной таблице, характеризующие удельный вес тюркских постсоветских государств во внешней торговле России. Обратите внимание, что, с одной стороны, этот удельный вес невелик, он не меняется практически последние годы. Можно сказать, что, если с 2015 года действует Евразийский экономический союз, то фактор его, ну как бы, не очень существенен, этого образования. С другой стороны, эту статистику можно интерпретировать и иначе. Вот на эти пять постсоветских тюркских государств приходится менее 1% мирового валового продукта. И в то же время 4% внешней торговли России. Доля России значительно выше экономического вклада этих территорий. У нас по-прежнему партнерские связи и привилегированные экономические связи с этими государствами, несмотря на переориентацию всего и вся Китаю. Владимир Александрович Ковосов говорил, действительно, безальтернативный процесс. В ближайшие годы. И очень важно с точки зрения прогноза, геоэкономического прогноза, что буквально через 7-8 лет, если темпы будут продолжаться экономического развития таким образом, то душевой валовый продукт в Китае сравняется с российским, со всеми негативными трендами, с переориентацией рынков труда, интересов и так далее. Мы обречены будем учить иероглифы и будем гордиться тем, что умеем есть палочками. Вот это, к сожалению, неизбежный тренд. Ситуация демографическая, этнодемографическая ситуация в Евразии меняется. Помните цифра стартовая 11% тюркского населения в Российской империи? Я проводил расчет, когда эта цифра достигнет своего максимума. Этого максимума цифра достигнет в 2070-80-х годах и примерно стабилизируется на уровне 40-45%. С 11% до 40-45%. Если Россия не хочет постепенно становиться маргинальной страной не только в Европе, но и в Евразии, мы с вами обречены на активнейшее взаимодействие с тюркоязычными государствами, на разворот, кардинальный разворот не только к Китаю, но и к тюркскому миру, который является нашим соседом и нашим многолетним партнером по развитию российского государства. Вот это базовый тезис, который я хотел бы сегодня здесь, в этой аудитории высказать. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok